Приветствую вас. Если говорить в целом, то я склонен согласиться с моей коллегой, которая сказала о том, что есть у вас сильная эмоциональная привязка к прошлому и, наверное, к самому человеку тоже. Но эмоциональная привязка, любая, какой бы она ни была, всегда чем-то обусловлена. То есть у эмоциональной привязки есть обусловленная так называемая возможность для нее существовать. То есть эмоциональная привязка не будет жить, не будет иметь место, если не будет условий для нее, припасывок для нее. И в вашем случае эти привязки представляют из себя нечто иное, как стеснение, стеснение и боязнь показать свои чувства. Вот этот вот страх проявить свои чувства, а значит непринятие своих чувств, отрицание чего-то в себе. И является предпосылкой для того, чтобы вы теперь из-за этого очень сильно переживали. Потому что вам-то хотелось, чтобы человек ответил взаимностью. Вам-то это было нужно, вы-то в этом нуждались, чтобы он ответил нам взаимностью. А он на самом деле что чувствовал, то и чувствовал. То есть здесь как бы неважно, что он чувствует, важно, что чувствуете вы. Давайте мы теперь постараемся разобрать ваш текст и более подробно поймем, что с вами происходит. 15 лет назад я познакомилась в Вузе с одним человеком. Безумно влюбилась в него, была уверена, что это любовь всей моей жизни. С чем связаны подобные романтические идеализированные представления? Знаете, когда человек что-то идеализирует, он что-то обесценивает. То есть ему нужно идеализировать что-то, потому что для него что-то обесценено. Надо бы понять, что именно обесценено было для вас и почему, и соответственно, из чего произошла идеализация. Потому что любовь всей моей жизни в Вузе, ну это все-таки уже больше психологический такой симптом. Потому что вы не школьница, не ребенок, в Вузе вы довольно взрослая. И соответственно, если вы вот встретили человека, влюбились в него, а влюбленность это что? Опять же. Влюбленность это идеализация человека. Это его идеализация. И наложение на человека того образа, который вы сами хотели бы видеть. То есть человека в данном случае вообще нет. Это только ваш образ. И реального человека, скорее всего, вы не воспринимали. Потому что, опять же, был образ, который вы видели. Образ – это некое такое собирательное понятие ваших желаний. Далее он казался странным. Этот человек загадочным. И я чувствовал, что тоже ему не безразлично. Он искал со мной встречу. Значит, приглашал несколько раз в кафе. Так, ну вот здесь вы говорите, опять же, о таких вещах, как ваше собственное желание. То есть вы чувствовали, что он неравнодушен к вам. Хотя вам он этого не говорил. Вы говорите, что он искал со мной встречу. Но раз искал с вами встречу, но делал это робко, значит он был в себе не уверен. Если он не был в себе уверен, значит, не так уж вы ему и нравились. Но, если вы выразили это, если вы все равно продолжали считать, что вы ему нравитесь, значит вы хотели ему нравиться. А если вы хотели ему нравиться, значит вы это делали для себя, потому что вам чего-то не хватало. Это то, о чем я говорю. Приглашал несколько раз в кафе. Но, насколько это уместно, да, приглашение в кафе, это нужно выяснять при более детальном обсуждении того, как вы общались с ним, взаимодействовали с ним. Вот. Потому что приглашение в кафе само по себе, оно не значит, в общем-то, ничего. Другое дело, что для вас это имело значение, но тем не менее. Сама не знаю почему, я отказывался страх показать свои чувства, не принятия себя. Об этом я уже говорил. Что если человек себя не принимает, если человек не способен себя принять, то соответственно не способен принять другого человека. А способен принять только того, кто соответствует его идеализированному образу. А поскольку ни один человек не идеален, то рано или поздно наступает раздражение, разожарование из-за того, что как бы субъект не соответствует образу. И вы знали инстинктивно, подсознательно, что этот человек образу вашему не соответствует. И возможно именно поэтому не хотели с ним приближаться, чтобы не разрушать образ. Такая ситуация длилась почти год встречи в УЗе. Год встречи в УЗе. Отношения, притяжение и отталкивание. Я не очень понимаю, какая роль во всем этом мужчина. То, что вы притягивались и обталкивались от него, это да. Как я уже сказал, вам нужно было сохранить образ. Вы боялись, что образ разрушится. Этот образ был вам нужен. Для чего? Что-то он купировал, поэкомпенсировал. Но то, что мужчина участвовал во всем этом. Есть подаврение, что это не так. Ну или куда в меньшей степени. Так, как вы говорите, чем вы говорите. Дошло до того, что я стал сильно страдать и не спать по ночам. Плохо ела и таяла на глазах. Но это вот навязчивое состояние, продиктованное опять же подавлением в себе каких-то эмоций, чувств, переживаний и так далее. То есть, вы что-то в себе подавили или вас подавили другие люди. И вы нашли отдушину, потребность находиться в связи с этим человеком. По-моему, он вас и привлекал по и странностью и загадочностью. Иными словами, неопределенностью. Потому что из этой неопределенности вы могли лепить то, что хотели. Так, значит, все мысли и чувства верстелись только вокруг него. Было похоже на навязчивую идею. Но вы же понимаете, да, что это не любовь. Вау. Влюбленность может быть, но не любовь. Любовь, если не пахнет. Есть потребности. Есть желание. Есть попытка реализовать себя. Попытка реализовать свои напряжения, свою энергию. Так, больше не было сил выносить эту тоску. Я призналась своей симпатией. Для чего вы признались своей симпатией? Для него или для себя? Хотели ли вы, чтобы он вам ответил за имностью обязательно? Или нет? Зачем? Вы признавались человеку? Первое, тем более. Особенно с учетом того, что вы отказывались с ним ходить в кафе. То есть не было общения между вами. Как такового. Но вы бы хотя бы пообщались с ним побольше. Приглашение бы его. Принимали бы. Ага. Узнали бы его получше. Но этого не сделать. Вместо этого вы держали его на расстоянии. И после признались в любви тому, кого вы себе представляли, а не реальному человеку. А реальный человек ничего не ответил. Просто сказал, что надо уходить. Кстати, куда уходить, непонятно. И возможно, надо позвонить мне в почву. Ну, кроме того, это куда уходить, непонятно. То есть он позвонит позже и говорит о том, что у него не было хлам таких чувств. Как у вас к нему. Либо там были еще какие-то факторы, которые не позволяли ему их проявить. После этого разговора я поняла, что нет сил больше жить в такой жизни, в какой жизни. И что этот человек выматывает меня и лишает жизненной энергии. Почему он лишает вас? Это не он вас лишает. Это вы. Вы сами себя лишаете энергией. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Да у вас здесь инстинкт самосохранения только так работает. Первый раз он сработал у вас, когда вы отказывали с кафе смыть. Второй раз он сработал, когда вы отсекли его от своей жизни. При этом не разобрался, а почему такая ситуация вообще стала возможной. Вот. Это именно что инстинкт. Инстинкт защищает. Так же, как этот же инстинкт защищает вас этими навязчивыми идеями. Вы понимаете, что навязчивыми идеями это тоже инстинкт. И это тоже защита. И стоит ли так прислушиваться к ним? К инстинктам я имею ввиду. Дальше. Я приняла решение, что больше никогда не будем мы звонить или искать встречу. Ну, то есть, избегание. Да? Избегание. Полное... Полное отсутствие объекта раздражения в вашей жизни. Вот. Избегание. А ваше внутреннее состояние. Ваши внутренние процессы. Они ведь никуда не делятся. Они остались. Было тяжело и много лет ушло на дождь, чтобы восстановить свою жизнь и перестать так мучиться из-за него. А почему много лет? Почему вы не обратились к психологам? Или, может быть, обращались. Работали ли вы с ними или нет? Если работали, то каковы были результаты. Если не работали, то почему не работали? Так. Через три года вышла замуж. Как? Любви или лишь бы за кого? Позже родила ребенка. Опять же, зачем? Складывается ощущение, что вот тот посыл, который у нас был до этого, да? Посыл, который доставлял вас не проявлять чувства по отношению к этому мужчине. Теперь возобладал и возобладав возобладав он этот посыл руководит вами по жизни. Сложно выйти замуж за надежного хорошего мужчину, которого вы, скорее всего, не любите. родить ребенка, потому что так нужно, так правильно. Но, счастливы ли вы? Закрыли ли вы? Поняли, осознали ли все свои желания? Закрыли ли эту ситуацию, помимо просто того, что вы ее вытеснили? Большой вопрос. Так, вроде бы все наладилось, так, ну понятно. Снова научилась радоваться жизни. Вот. В общем, это... Опять же я тоже похожа на вытеснение. Летели годы. Вот. Но спустя 15 лет этот человек находит меня в социальных сетях и пишет сообщения, интересуется жизнью и даже зовет в гости. А значит, я замуж. Ну, знаете, этот человек он может делать то, что хочет. Вы поймите, что человек действует исходя из своих интересов. Так было всегда. Иначе бы он не стал вас в гости звать. То есть, ему настолько плевать на вас, что он провоцирует вас по факту на измену. Другой вопрос. Хотите вы этого, не хотите вы этого. Это вообще другой вопрос. Но он провоцирует вас. А так делают люди, которые не любят. Мать. Ему плевать на вас. Мне бы весело отказать или просто проигнорировать. Но я вовлекаюсь в эту игру какую игру? Какая игра? Чего хотите? Какой роль играете? Чего не хватает? Что эта игра дает вам? Понимаете? А я скажу? Эта игра дает вам почувствовать себя женщиной. Почувствовать себя живой. Почувствовать себя, может быть, полноценной. Может быть, более, так сказать, наполненной. Да? И поэтому в эту игру увлекайтесь. Прислушайтесь к своим желаниям. С чего вы хотите? Они, эти желания, никуда не делись. Они остались с вами. С мужем вы их явно не реализуете. У вас не получается это делать. И мужем вы своего явно не любите. Не факт, что вы любите этого человека. Да? Но однозначно с мужем вам не хватает чего-то. И игра призвана призвана дать вам то, чего не хватает. Пиши ему какие-то дерзкие, колкие вещи. Ну, здесь обида, возможно, разочарование от неоправданного ожидания поведения. И в чем, по факту, мужчина виноват? Подумайте, в чем он виноват? Что он вам плохого сделает? Тогда он провел себя честно, он вами не воспользовался. Сейчас он хотел вам написать и пишет. В чем он виноват? Что он делает плохого? Почему вас это раздражает? Понимаете? неудачно? Вот. Словно, хочу сделать ему больно или подколоть его. Правильно, вы хотите сейчас его обесценить. Так же, как вы его идеализировали, теперь вы хотите обесценить его. вот. Вот. Как обычно было, что-то сильно идеализируешь, а потом это обесценивается столь же стремительно. Вот. Вопрос в том, для чего? Вот обида. А обида? Почему? Потому-то вам чего-то не хватает. и ответственность за реализацию того, чего вам не хватает, вы возлагаете на мужчину, а не на себя. Вот. Хотя по натуре я миролюбивый человек. Ну, исходя из того, что вы написали, я полагаю, что вы стеснительный человек. и зажимающий себя человек. А насколько вы миролюбивы, это уже нужно выяснять. У нас начинается какая-то словесная дуэль, и невозможно остановиться. А почему именно вам невозможно остановиться? Не надо говорить мы. Не надо говорить у нас. У нас нет. есть только вы, есть он. Вот вам надо понять, для чего вы это делаете, что вам не хватает, что вы от этого получаете, что вы чувствуете. Дальше. мысли о нем меня раздражают в чувстве гнев и досад. Это защита. Это защита и обиды. А вот раздражение, раздражение, это сигнал о том, что в вашей жизни не все так гладко, как вы описывали. то есть, да, все было здорово, пока не было никаких раздражающих факторов. Факторы появились и все. и тут же можно сказать, все ваше, вся ваша идиллия пошла наприкосяк. И настроение отсюда портится. Тоже, да, правильно. Вот. Я думаю, вот так можно вам ответить на вопрос, на вас. то, что с вами происходит, я надеюсь, раскрыл. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.